Дорогие друзья, прежде всего мне бы хотелось от всего сердца приветствовать вас в этом зале и в вашем лице всех членов нашей партии. Сегодня очень важный день в жизни нашей партии, я думаю, что и в жизни всего лего патриотического фланга. Сегодня наша партия будет принимать ряд важных решений. В какой момент мы сегодня собрались в этом зале? Я, конечно, не сторонник того, чтобы глубоко анализировать сегодняшнее положение дел по той простой причине, что в отличие от части людей руководства страны мы не в космосе живем, а на земле. И положение дел мы знаем, но тем не менее, несколько важных моментов я хотел бы отметить. Более 20 лет страной управляет и руководит большая, единая группа людей. Страной руководит одна партия, страной руководят несколько сотен семей, групп и кланов. Национальное богатство, стратегический становой хребет экономики, стратегическая собственность принадлежит узкой группе в 1-5% населения страны. Сотни семей владеют фактически страной и принимают все судьбоносные решения. Развитие страны и рост экономики. Вот несколько цифр. С 2008 года по 2020 год рост экономики в России плюс 8,5%. Мировой экономики 36%, индийской экономики 75%, китайской в 2,1 раза. Реальная инфляция, она совсем другая, чем официальная. На целый ряд важнейших продуктов и товаров цены растут от 9 до 27%. В социальной сфере колоссальное расслоение наших граждан. Вот Сергей Михайлович сегодня говорил, и все сегодня говорят о бедности. Ну какие 18 миллионов? Это кто как посчитал и какие критерии этого подсчета? Сегодня абсолютно понятно, что более 50% населения находится в рамках бедности. Налицо значительное снижение доходов. Налицо серьезнейшие проблемы в научно-техническом развитии страны. Кто главный судья, чтобы оценивать это положение делу? Наши граждане. Сегодня наши граждане говорят, что более 50 с лишним процентов, то есть подавляющее большинство наших граждан, недовольны своим социально-материальным положением. 78% считают, что страна движется не в правильном направлении, и очень большая тревога есть о будущем. Дорогие друзья, ну надо же посмотреть на страну, так сказать, еще с точки зрения мировых оценок. Давайте все-таки будем думать о том, что они объективны, а по ряду позиций они объективны. И власть признает это. По самому главному показателю, уровню и качеству жизни страны, мы занимаем 62-е место. По конкурентоспособности 43-е, по инновациям 27-е. А вот по рейтингу убыли населения первое место в мире. По продолжительности жизни 109-е место в мире. Это, к слову, как нам говорят, что стали жить мы очень долго, поэтому нужно продлевать пенсионный, так сказать, возраст. По количеству долларов и миллиардеров мы вторые в мире. И что вот тоже очень тревожит, это кредиторская задолженность наших граждан равна уже 21 триллиону рублей. Я думаю, что этих оценок достаточно, если еще добавить, что вместо пятерки, в которой мы должны находиться в экономике, мирового сообщества, мы находимся где-то на 10-12 месте. А в чем же главная гордость сегодняшней власти? Гордость в стабильности и медленном, но все-таки движением вперед. Гордость именно об этом. То, что многие обещания не выполнены, не проблема, потому что есть объективные причины, говорит власть. То, что стабильный застой, это самая серьезная характеристика сегодняшнего нашего общества, это опасная характеристика, соглашается уже подавляющее большинство наших граждан. Более 20 лет, я беру только последние 20 лет, наши граждане ждут, надеются и верят во что? В лучшую жизнь, в объективные причины, которые мешают этой жизни. Они верят в новое правительство, в новую Государственную Думу, в президента, в то, что все изменится. Вот паразитирование на этой вере, мы понимаем, что у русского человека вера бывает безграничной, часто душевно-наивной, но при этом она созидательная и мужественная. На ней держится российское государство и общество. И паразитировать постоянно, из поколения в поколение на этой вере, мне кажется, категорически недопустимо. Правда, уже 40-50% наших граждан не верят. Не верят в нашу власть, в выборы, в государственные органы, поэтому они не ходят на выборы. Они не ходят на выборы и этим самым показывают, что они не верят. Но правда, власть-то от этого не ощущает на себя их давление, их влияние. Остальные 50%, если мы с вами сейчас опять посмотрим, от 50 до 65% внутри этой группы населения, которые голосуют за единую Россию, пересчитаем все по новой, мы увидим, что меньшинство страны управляет страной. И как-то, к сожалению, не холодно, не жарко ни тем, кто не верит, ни тем, кто управляет. Думаю, что если задать прямой вопрос, верите ли вы в серьезные глубокие перемены в стране, подавляющее большинство людей скажут нет. Дорогие друзья, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, сегодня главным вопросом в стране является ее будущее. Не будущее отдаленное, а будущее завтрашнее. Завтрашнее будущее. Каким он увидится после 20 сентября? И прежде чем говорить о нем, надо, конечно, сказать об угрозах. Не для того, чтобы кого-то пугать, а чтобы нам ясно понимать, что нас ждет. Все уже прекрасно понимают, что мировой экономический кризис на пороге. То, что он случится, 100% знают все в мире. Дискуссия только о том, когда. Ответ приблизительно на эту дискуссию в любой момент, как это было в 2007 году, хотя в 2007 году это цветочки по сравнению с тем, что нас ждет. Второе. А если кризис в нашей стране? Тут один зампредседатель Центрального банка сказал, что кризис, конечно, он идет, и может быть очень тяжелым. Третье. Если развивается эта пандемия, а нам рассказывают, кстати, из разных мировых источников, что будет еще одна тяжелейшая, страшная пандемия. А если все эти три момента сойдутся в огромные цунами, которые брушатся на наших граждан, семей и на нашу страну, сможет ли власть через стабильный застой противостоять этому, думаю, что вряд ли. Вот этот вот петух, гром и авось некоторых людей в руководстве страны, думаю, наши семьи от нищеты и призебания не спасет. Вот именно из-за этого всего главным вопросом сегодня становится вопрос о власти. Он всегда есть, он всегда стоит и будет стоять, каждые четыре года, каждый год выборы идут. Но это судьбоносный, на мой взгляд, момент. Это граница, с которой мы переходим в следующую систему циклов развития России и мира. И здесь мы должны для себя четко понимать. Если не будет смены власти, не будет реальных перемен, говорить о будущем страны будет крайне сложно. В чем же главные задачи партии в этот момент, на мой взгляд? Первая задача – это глубоко и всесторонне разъяснить каждому человеку, каждому гражданину Российской Федерации об опасности старого курса, старого руководства и всего того, что делается на всех уровнях сегодня в государстве и обществе. Второе. Нам нужно представить, если мы говорим о будущем, генеральную цель развития страны и стратегию, национальную идею, стратегические цели, практические задачи, механизмы их решения для каждого из наших граждан. Нам, конечно, нужно будет представить серьезную и мощную команду. Партийная команда есть, но, думаю, для того, чтобы мы смогли реально претендовать на управление страной, нам нужна коалиционная команда, команда всего левопатриотического фланга. Нам нужно мобилизовать граждан и повести их за собой. Очень важный момент, и, может быть, он и удивит – партия нуждается в серьезной модернизации, развитии и укреплении. Но кто-то скажет, сейчас момент выборов, какая модернизация, какое укрепление. Нет, вот как раз сейчас и время. В бою, в момент Великой Отечественной войны мы становились сильнее, и сейчас мы должны стать сильнее. Потому что после 20 сентября, я думаю, что нас ждут очень тяжелые времена, партия должна быть к этому готова. Дорогие друзья, нам, конечно, нужно получить результат доверия наших граждан на уровне, стремящемся к первому месту. Но чтобы сегодня все понимали, альтернативе власти кроме нас нет никого. Мы – вторая партия, сегодня уже, и мы претендуем на то, чтобы стать первой. Мы должны это будем доказать. Поэтому я еще позволю раз себе, наверное, последний сказать. Дорогие друзья, давайте мы все-таки поставим перед собой, перед страной ряд важных целей и задач. Мы пока оставили этот вопрос, наверное, на рассмотрении всей коалиции. Но мы должны сказать, генеральная цель развития страны – это страна номер один в мире. Россия – страна номер один в мире. Стратегическая цель развития – это построение нового государства и общества. Фактически, это смена общественно-экономической формации. Давайте говорить об этом честно. А в свою очередь, это значит кардинальное решение вопроса национальных богатств, стратегической собственности, которые должны находиться в руках народа и государства. Формы бывают разные. Механизм решения этой проблемы тоже разный. Он цивилизационный и нормальный с точки зрения юридической, экономической раскладки. Здесь сомневаться не нужно, потому что обвиняют сразу всех, что вы хотите все опять взять, поделить и разобрать. Второе. Доходы эксплуатации всех этих богатств должны принадлежать народу и государству. На неузкой группе лиц. Как достичь стратегических целей, которые около десяти мы уже подготовили, чтобы их рассмотреть? Есть только один путь. Путь, объединяющий нацию. Путь национальной идеи. А это значит российский национальный мощный прорыв. Прорыв в будущее. Он был у нас, кстати, не раз. Меня критикуют. И очень высокие лица говорили. Геннадий, что вы про какой-то прорыв говорите. А это возможно в этой ситуации? В 20-е и 30-е годы было построено советское государство. Создана индустриальная платформа. Момент войны, перегруппировка в экономике, я уж не говорю про военные моменты, показала, что это прорыв. После войны космос, ядерный проект, тяжелое и среднее машиностроение, развитие промышленности и мощнейшей научной базы. Это и был прорыв. Сегодня задача так не ставится, поэтому под эту задачу не формируется правительство, под эту задачу кадрово не формируются губернаторы и так далее. Дорогие друзья, наверное, одним все-таки тоже из важных вопросов является вопрос вернуть настоящую власть народу. Я не случайно начал свое выступление с того, что 20 лет одни и те же люди, пересаживаясь с разных должностей, параллельно вверх и вниз руководят страной. Главствует ли народ в Российской Федерации, имея всего 10% национального дохода и 10% всей собственности национальных богатств? Ответ нет. Что необходимо было бы срочно сделать буквально завтра, часто задается этот вопрос. Первое. Нам нужен анализ, оценка и масштабная эффективная ревизия того, что есть в стране, того, кому что принадлежит, как функционирует, чтобы можно сделать серьезные выводы. Мы где находимся? На какой стадии? И насколько здоров этот наш организм под названием Российская Федерация? Второе. Нам нужно кардинально сменить систему управления и принципы управления на всех уровнях. От федерального и вниз, и наоборот. Третье. Нам нужна серьезная кадровая реформа. Я даже бы не побоялся слова «кадровая революция». Нужна мощнейшая переаттестация всех кадров снизу доверку и обратно. С тем, чтобы принять целый ряд серьезных, трудных решений о замене, уже сегодня замене, большого количества людей. Вот тут недавно выступал премьер-министр. Я видел, как некоторые руководители, кстати, оппозиционных фракций, единственное, что только не целовали его. И говорили о том, что правительство работает блестяще. Не могу с этим согласиться, дорогие друзья. Проанализируйте последний год. Не надо рассказывать нам про Поднебию. И вы увидите, что целый ряд людей в правительстве абсолютно не справляются со своими обязанностями. Поэтому, с учетом изменения в Конституцию, я предлагаю, чтобы наша партия вышла с предложением о формировании нового правительства после выборов в Государственную Думу. Так как она имеет теперь возможность, я имею в виду Госдуму, внимательно посмотреть и утвердить или не утвердить вице-премьеров, министров и так далее. Дорогие друзья, создавая общественно-политическую коалицию всего-лево патриотического фланга, нам придется, если мы действительно кого-то хотим объединить, первое, предложить новую модель развития России в 21 веке. Мы должны будем расширить идеологическую базу, мы должны будем учесть программные позиции партий, общественных объединений, некоммерческих структур, граждан, которые войдут в это объединение. И, конечно, нам нужен будет конкретный план, срочный в действии, в эпицентре которого стоит первая человек, его семья, их жизнь и здоровье, их уютный дом и очаг. В эпицентре стоит забота о всех гражданах страны, которые идут к процветающей России и к лидерству в мире, если мы на это способны. Социалистическая партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» абсолютно может это сделать и обеспечить это процветание. Мы развивающаяся, растущая, на мой взгляд, лучшая партия в стране. Поэтому я глубоко убежден, что будущее и победа за нами. Субтитры создавал DimaTorzok